сегодня 23 февраля пока еще день как видите лицо освещается светом из окна сейчас 16 часов прежде всего я расскажу что то что интересует большинство из вас что будет на открытии торгов когда они у нас откроются после выходных вы сразу же увидите гэп на 99 то есть первые часы торгов будут происходить между 98 и сотней и этот гэп с 93 до 99 уже никогда не будет закрыт не пытайтесь продавать доллары не пытайтесь закрывать позиции против рубля потому что возле 99 и сотни она простоит максимум наверное неделю здесь я могу ошибиться она может улететь выше гораздо быстрее но если она простоит неделю то не удивляйтесь после того как эта неделя стояния возле сотни закончится вы увидите еще в течение одной-двух недель тот самый последний панический выстрел на 120 только там вы и должны будете закрывать все свои позиции бежать в обменники продавать все доллары очень организованно без какой-либо паники сделайте это очень хладнокровно я предупреждаю заранее что в тот момент сантимент в нашем обществе перевернется с ног на голову и ровно так же как еще два дня назад большинство дебилов было уверено что все это невозможно что рубль до выборов будет очень крепким так вот я еще раз вас предупреждаю что когда вы увидите 120 уже через примерно две-три недели вы должны будете сохранить свое холоднокровие потому что большинство из вас не подготовленные люди и когда она полетит на 120 очень быстро вам всем покажется что доллара продавать нельзя потому что от рубля ничего не останется изо всех щелей вам будет объяснять что все именно так но вы должны будете оставаться хладнокровными и так примерную локальную картинку я рассказал что делать ничего не делать теперь я еще раз вспоминаю что еще два дня назад чтобы попасть максимально точно по дебилам я опубликовал на смарт-лабе пост который уже течение тех же суток стал там самым полезным пост назывался что через 20 дней доллар будет возле 120 я опубликовал его 21 февраля чуть ранее чем в 14 часов то есть там в 13 59 что ли уже сейчас вы можете идти смеяться над всеми теми дебилами которые там что-то написали ну как всегда что я там кто-то сумасшедший или что мне надо работать в цирке и так далее в общем все то же самое что вам написал про меня семихатов который теперь как видите ну несмотря на то что он умнее всех тех дебилов которые писали там в комментариях но видите как вы все примерно одинаковы вот сейчас я завис я не знаю насколько быстро мне нужно переходить от непосредственной ситуации к тому что вы видите дальше я хотел вам рассказать сегодня про геополитическую ситуацию потому что сейчас сейчас когда подтвердилось просто от начала до конца все о чем я вам рассказывал до этого сейчас насчет геополитики можно рассказать все тоже довольно просто вокруг украины но прежде чем перейти к этому я еще раз вам напомню значит сейчас наверняка на меня опять будут смотреть совершенно новые люди которые про мне ничего не знают значит вот вам совсем новым я объясняю что поскольку так сложилось что я научился предсказывать мировые финансовые рынки с невиданной точностью с точностью которая гораздо гораздо выше чем все о чем вы наверное мечтаете если вы там когда-то недавно пришли на финансовые рынки если вы на финансовых рынках были давно тогда вы тем более о такой точности не мечтали ну вот если сейчас вы внезапно попали на меня вам нужно найти некоторые мои ролики которые были подтверждены хотя бы тем что их видели тысячи людей я в этом смысле никого не обманывал я не записывал какие-то ролики без публикации которые потом бы открывал там когда уже все произошло таким я никогда не занимался и у меня есть несколько роликов содержимое которых стало мировыми рекордами точности прогнозирования доллара на форексе то есть евро доллара значит просто вбив на ю тубе строчку мировой рекорд точности прогнозирования доллара вы попадете на один такой ролик который я записал осенью 21 года из него собственно очень легко вытекала точная дата начала специальной военной операции 24 февраля 22 года в общем если вы посмотрите на все это внимательно то очень быстро поймете насколько можно легко и очень точно прогнозировать важнейшие события в реальной жизни через прогнозирование через такое вот точное прогнозирование финансовых рынков значит это не единственный рекорд который я поставил дальше спустя полтора года то есть весной ранней весной 23 то есть прошлого года я опубликовал еще один прогноз который теперь уже также стал мировым рекордом точности прогнозирования только уже на высокой волатильности из него в частности я идеально точно предсказал начало бомбежек одессы и предшествующую вторую атаку на крымский мост когда он был опять взорван специально чтобы наблюдать за этим воочию вот здесь опять же не надо вспомнить физика семихатова астрофизика да что если бы у него была какая-то невероятная возможность полететь черным дырам если бы он заранее знал что они вот-вот сольются например ну или не черные дыры там нейтронные звезды что-нибудь попроще если бы у него была такая возможность это пронаблюдать воочию наверняка он бы сел в этот космический корабль или там что нужно сделать чтобы к ним добраться чисто гипотетически он бы наверняка сел в этот корабль и отправился чтобы посмотреть на это своими глазами в этом смысле я поступил также мне очень хотелось посмотреть своими глазами на то как это сбудется и поэтому я именно в те самые даты поехал к мосту записал там ролик который вы также можете у меня найти и его не закрывал потому что это теперь это один из ярчайших примеров того как можно прогнозировать даже такие казалось бы в общем точность которой это получилось сделать она удивительна и вот теперь когда я все это умею когда вы если вы меня смотрели вы знаете насколько точно это можно делать в общем используя этот инструментарий прогнозирование финансовых рынков сейчас я считаю что можно сказать уже очень много именно потому что сейчас сбылся прогноз сейчас он сбывается значит сейчас уже все подтверждения налицо вы имеете того что их доллар рубля теперь у меня будет мировой рекорд точности прогнозирования значит рублем в остальном мире никто не торгует его никто не интересует так что называть это мировым рекордом можно в кавычках но так или иначе это рекорд потому что ни у кого не получится не получилось и наверное не получится повторить то же самое если взять в совокупности то что я сделал в рубле за последние полтора года когда я собрал с вами публично поход вот там 50 55 до 95 где в общем-то сказала он закрыться прошлой осенью прошлой осенью когда стало понятно что дальше пока сразу он расти не будет доллар к рублю 24 сентября перед отъездом из из севастополя где тогда находился я выпустил ролик который назывался планы банкиров детализация планов банкиров путина детализация плана банкиров путина по девальвации рубля в котором нарисовал точную картинку как будет происходить дальнейшая девальвация рубля и что ей будет предшествовать значит я указал что уже осенью там каких-то двадцатых числах ну в общем в тот момент когда я сказал двадцатых числах когда это было октября что ли уже вроде бы уже октября да когда оно должно было спуститься там 92 91 показать лоб последнее ложное движение вниз именно тогда вы его и получили и после этого исходя из картинки которую я еще раз повторяю нарисовал уже 24 сентября и опубликовал тогда же следовало что после нового года то есть либо в конце января либо где-то к середине февраля ну на самом деле к середине февраля оно должно было показать 120 заведомо до выборов путина значит все это было опубликовано уже тогда и еще раз повторяю значит не посвященные люди задумайтесь вот можно нарисовать картинку курса доллара рублю за много-много месяцев и ничто не помешает ей сбыться вот так работает ваша экономика на самом деле несмотря на то что вам рассказывают несмотря на всю эту дичь несмотря на все ваши высшие школы экономики которые ничего не стоят несмотря на всех ваших профессоров высших школ экономики по фамилии коко к это все обман от начала до конца банкиры которые находятся при власти они просто составляют вот такой план рисуя вот такую картинку как как я садятся проводит какие-то там линии и после этого начинают основательно выстраивать все события для того чтобы вы бежали в обменники в нужные моменты значит на это немножко отдельная тема сейчас я еще раз говорю что эта картинка была совершенно понятно мне уже тогда 24 сентября и вот сейчас она продолжает сбываться небольшое уточнение ей я сделал постарался сделать в новогоднюю ночь после новогодней ночи когда выпустил ролик 1 января где единственный раз вышел на балкон снова значит этот ролик вы можете найти по названию новогодний балкон спокойной жизни пар под ракетными обстрелами осталось еще на 7 месяцев так он назывался которым я пообещал вам что вы увидите 120 спустя тридцать сорок дней после этой новогодней ночи ну вот теперь вы можете понять насколько я ошибусь в итоге но по крайней мере я не ошибся в том что этот рост долларов рублю на 120 должен был начаться в 20 числах января именно в двадцатых числах января он в общем-то и начался как вы теперь можете пронаблюдать и вот спустя еще несколько дней еще спустя максимум наверно две-три недели вы увидите его по 120 большую точность прогнозируя такую дурацкую валюту какой является рубль ни разу эту валюту большей точности вы никогда не добьетесь ну конечно можно было сделать чуть по точнее если потратить чуть больше времени направлен на правильное выстроение на протяжении в том числе и так вот Я просто, решив этого не делать, потому что мне было лень это делать, я придал чуть большее значение выборам Путина, да, то есть я предположил, что все-таки хотя бы месяц до выборов Путина должно быть все спокойно, что, дескать, все произойдет до выборов, но там должен будет образоваться месяц, когда все это успокоится, чтобы на самих выборах действительно все было спокойно, с запасом. Ну вот этого, сейчас вы увидите, что этого не случится, то есть этого спокойствия, когда доллар будут спускать обратно со 120 на сотню, этих спокойных неделек, ну, будет там, может быть, две. То есть выборы когда? 25-го числа, то есть в конце марта, да? Ну вот, значит, берите две недели до них, и как раз вы получаете, что осталось еще три недели, да? Три недели, а конца осталось до середины марта, три недели, правильно? Сегодня 23-е, одна неделя февраля, и еще две недели марта. Вот тогда вы получите 120 примерно. Могу ошибиться, я говорю, что на одну неделю, то есть это может быть уже через две недели, а не через три. То есть сами выборы в этом смысле, ну, все, как я и говорил, с точки зрения идиотов, они должны были значить вообще все, они должны были запретить рублю падать, запретить там вообще все, короче говоря, дебилы показали себя во всей красе. Так вот, я еще раз говорю, что любой из вас может при желании рисовать картинку будущего доллара наперед, и картинку доллара-рубля также можно не всегда, но вот в некоторый случай ее можно рисовать настолько же точно. Я еще раз напоминаю дальнейшее будущее, после того, как доллар-рублю в последний раз со 120 укрепится обратно к сотне, то есть вы еще после этого, может быть, увидите доллар по 99 буквально на считанные дни или даже на считанные часы. И после того, как он покажет вот эти 100 или 99 в последний раз, это произойдет где-то в начале лета, может быть, в середине лета, там он снова развернется, доллар развернется снова в рост, и после этого весь его последующий рост примет характер, который вы видели только в 98 году. Если вы тогда еще были... Если вы тогда уже были взрослыми людьми, вы это помните, те, кто помоложе, этого не помнят. Ну, в общем, тогда, в течение, скольких там, трех лет, с 98 года по 2001, рубль упал пять раз, да, с 6 до 30. И вот именно такое же вы на самом деле получите, начиная с середины лета этого года до... Получается, до 28 года. И вот сейчас я это могу уже очень хорошо аргументировать, именно с точки зрения того, что я умею прогнозировать доллар на мировом валютном рынке. А в связи с этим сейчас я вам расскажу довольно подробно ситуацию вокруг Украины, как будет развиваться военная операция, когда она примерно закончится, и когда какие города будут захвачены или не захвачены. То есть я сейчас побуду, наконец, немножко диванным военным экспертом, но, как видите, я еще раз говорю, теперь я уже более чем уверен, что я могу им являться, потому что умение прогнозировать финансовые рынки позволяет мне, как вы теперь уже неоднократно убеждались, точно прогнозировать и события реальной жизни, а в реальной жизни у вас сейчас все выстроено вокруг этой самой войны. Сейчас я перезапущусь. Итак, начинаем без всякой воды, без всякой мутной поебени прогнозировать будущее. Используя те недостающие звенья, которых не достает никаким публичным аналитикам, публичным прогнозистам, которые вам пытаются предсказывать дальнейшее развитие конфликта, дальнейшее развитие того, куда там Россия пойдет дальше, где все это остановится или не остановится. Итак, если совсем недавно у нас в моем распоряжении в качестве инструментов прогнозирования был, в общем-то, только евро-доллар насчет будущего, дальнейшего будущего, которого можно сказать что-то определенное, теперь, после того, как картинка, которую я нарисовал в рубле, также полностью подтвердилась и дальнейшее ее будущее не вызывает никаких сомнений, теперь, сложив эти два инструмента, взяв их в одну и в другую руку, начинаем говорить что-то про будущее. Во-первых, все ваши надежды, все надежды публичных идиотов, наших всяких политиков, общественных деятелей, всех, кто вешает вам лапшу на уши насчет того, что осенью этого года в Америке выберут Трампа, эти надежды, теперь уже понятно, что они не стоят ничего. Это следует из того, что евро к доллару как раз осенью должно будет валиться к чертовой матери активно под паритет, значит, насчет степени активности я сейчас скажу, если не забуду, чуть позже, потому что очень быстро это происходить не будет, видимо, это будет происходить теми же темпами, которыми вы видели падение под паритет тогда в 22-м году. дальше. Значит, сейчас я не знаю, как вам это все правильно рассказывать. этого уже на самом деле достаточно, чтобы говорить, что никакого Трампа вы не увидите. Вы не увидите Трампа. Вот сейчас я начинаю отходить от финансовых рынков, я не хочу этого делать. Но для дебилов все это объясняет так, что Трампа не могли выбрать, потому что слишком много ресурсов, слишком много инвестиций уже было сделано в войну, что у нас, что у них, что, дескать, вложив столько денег в войну, власть придержащие не могут допустить выбора Трампа, потому что он, дескать, обещал ее остановить, а значит, все эти вложения не окупятся, о чем их зря все делали, зря вкладывались в строительство оружия. Ну, в общем, вам это будет объяснять так. И именно для этого, чтобы не выбраться, Трамп сейчас уже вам неоднократно публично говорил, что как только он придет к власти, если это случится, в чем он якобы не сомневается, он сразу остановит войну за несколько дней. И вот сейчас, значит, можете думать так, как я скажу, что обнаружив вокруг себя то, что все вокруг уже вложились в военно-промышленный комплекс по полной программе, а он уже дал свое слово пацана, что он остановит войну, если придет к власти, ну вот, поняв, что он не сможет этого сделать, он не изберется сам по себе. Я знаю, что вы сейчас в это не верите, ровно так же, как в общем, дебилов вокруг меня очень много, мне постоянно кто-то не верит. Ну вот, вас сейчас очень сильно вселяют надежду, что его выберут, потому что Байден там старый, безмозглый, уже там с деменцией, все прочее. вас обманывают и Трамп вас обманывает. Это такая же марионетка банкиров. И он специально наобещал вам это, чтобы в итоге не прийти к власти, потому что все ставки на войну уже сделаны, в нее вложены колоссальные деньги, и никто не будет все это отменять. Ровно так же, как никто не будет отменять ненависть, которую старательно взрастили между нами и Украиной, между нами и Европой и так далее. Поэтому чудесным образом осенью вы увидите, как Трамп не изберется. Как это произойдет? Ну вот, как сейчас с Центробанком у вас произошло, что через несколько дней вам наиболе придет и скажет, что произошла ошибка с построением дебилов на открытой местности под валютную атаку со стороны американских спекулянтов. И вот произойдет такая же ошибка, где-то там у них и Трампа опять не выберут, ему не хватит опять одного процента, в общем, будет что-то в этом роде, и вы все разочаруетесь и скажете, ну ладно, вот Путин же сказал, что Байден это хорошо, ну да, вот и Байдена выбрали опять, как сказал Путин, это же хорошо, и вы пойдете воевать дальше. И вот теперь мы уже подходим, после того, как я вас очень сильно разочаровал в этом плане, всех кроме Путина. Значит, наверное, я проплаченный путинский агент теперь. Теперь мы переходим к тому, что будет происходить с городами Украины, да? Теперь я могу с какой-то уверенностью говорить, что первым городом, который будет захвачен, крупным городом, будет Николаев, не Харьков, как многие думают. Харьков оставят украинским еще на несколько лет вперед, скорее всего, на три года, то есть он будет захвачен еще не скоро. И самое внятное, самое нормальное объяснение тому, не для дебилов, его оставят за Украиной именно для того, чтобы вы все эти годы, в течение которых этот конфликт еще должен будет продолжаться, пока Байден не отмотает еще свои четыре года, то есть еще три года, во всех новостных сводках вам должны будут обязательно сообщать, что Украина продолжает обстреливать территорию России, не какие-то там Донбассы или какие-то там новоприсоединенные территории, которые жителей вот здесь вот вокруг Москвы на самом деле это все никого особо не касается, поэтому обязательно нужно, чтобы было место территория России, то есть Белгород прежде всего. Вот Белгород был избран, потому что ему просто не повезло оказаться на границе, именно поэтому Харьков почти до самого конца никто не будет присоединять. Именно для того, чтобы вы каждый раз, раз за разом бежали в обменники тогда, когда это нужно будет банкирам, потому что еще раз говорю, в течение последующих четырех лет вы должны будете видеть непрерывную девальвацию рубля именно с тем же характером, с которым она происходила в 98-м году. То есть вы будете видеть девальвацию примерно по 70% каждый год. И умножая сотню, вот сейчас оно откроется на сотни, начинаем с сотни, умножаем на 70%, то есть на 1,7. Если вы перемножите на 1,7 четыре раза, то есть по 70% за год, вы как раз получите что-то типа там 780, ну то есть что-то очень близкое к 800. И это как раз то, что вы увидите на последнем ускорении четыре года спустя. То есть примерно через три года оно будет возле 500, и дальше будет последнее ускорение примерно на четвертый год, то есть в районе 2028 года когда еще срок Байдена не закончится, ну там будет оставаться полгода примерно, и вы увидите последнее ускорение, на котором в моменте доллар покажет, ну скорее всего он пробьет тысячу, возможно даже покажет 1100 на пике, ну то есть 1050, 1100, вот это будет скорее всего окончательным местом разворота рубля, но в среднем вы получите в итоге все равно по 70%, потому что после 1000 оно вернется обратно там на 700, на 800 и в итоге получится в среднем по 70% каждый год в течение последующих четырех лет. Так вот, значит, это я вас разочаровал, да, что Харьков многострадальный, который миллион раз уже переходил в течение Великой Отечественной туда-сюда, ну вот, он продолжит оставаться таким чудесным образом многострадальным. Сейчас, как видите, все внимание вокруг военных действий у вас сосредоточено где-то возле Запорожья, возле Авдеевки или севернее, возле Харькова, там где Купинск. Так вот, Купинск, конечно, перейдет к России гораздо быстрее, а Харьков нет. Но вместо этого, вместо этого уже в конце лета вы увидите очень сильное наступление на Николаев. И после того, как он будет захвачен, скорее всего, это будет уже к середине осенью этого года. В общем, уже к весне следующего года Одесса должна будет также отойти к нам. После того, как Николаев будет захвачен, Одесса там воевать с нами никто не будет, она отойдет довольно мирно, поэтому вот, скорее всего, уже весной следующего года, то есть ровно через год, там случится очередной шаг русской весны, как это потом назовут. И все это делается для того, чтобы, во-первых, как я уже тогда говорил, что сильнейшее падение евро это всегда схлопывание какой-то части мировой торговли, именно именно это предположение и позволило связать глобальный разворот евро-доллара возле 1.12, который произошел в июле прошлого года с началом активных бомбежек Одессы. Так вот, сейчас, в этом году, видимо, все будет то же самое. И так, о торговле те корабли, которые еще заходят в Одессу сейчас, то есть, видите, что порты там почему-то по-прежнему функционируют, туда заходят какие-то корабли, сейчас все удивляются, почему же их никто не разбомбил до сих пор. Ну вот, это происходит именно потому, что банкиры ждут, когда евро-доллар дозреет. А дозреет он, как я вам уже показывал на уточнении своего рекордного прогноза, который я немножко распространил на будущее. Евро-доллар должен будет начать активно падать не раньше, чем конца лета. И это как раз совпадет с наступлением на Николаев и дальнейшим отходом Одессы к нам. Именно на этом в Европе будет происходить очередная паника и курс евро-доллар пойдет под паритет. Естественно, что Молдова как по-прежнему не вошедшая в НАТО, ну вот в некотором смысле сейчас потом все будут говорить про это, что она за это и поплатится, что она позволила себе по-прежнему оставаться нейтральной. и сейчас когда когда наша власть не упустит вот чтобы не упустить этого коротенького промежутка времени когда они до сих пор не прибрали Молдову к рукам естественно, что сейчас наши власти не упустят эту возможность наконец добраться до Приднестровья и сейчас это будет сделано. То есть вы все ждете наступления куда-то на центральную Украину возле Запорожья или на севере возле Харькова ничего этого не будет а вы увидите все наоборот. Сейчас как раз про Херсон про Николаев туда вообще никто не смотрит это делается специально чтобы опять все получилось очень неожиданно. Значит столкновения с Молдовой скорее всего никакого не будет. В этом смысле ее нейтральный статус действительно ее спасет но наши войска окажутся уже там. Поэтому я говорю теперь вот если вы внезапно живете в Николаеве скорее всего осталось буквально ну до лета у вас осталось времени чтобы оттуда уехать от Николаева скорее всего мало что останется потому что его без сопротивления не сдадут без сопротивления сдадут Одессу а Николаев наоборот окажется еще одним Мариуполем сколько сколько в нем населения там я не знаю сколько там сейчас до этого там было до войны там было наверное столько же сколько в Мариуполе примерно поэтому да поэтому оттуда уезжайте как можно быстрее значит соответственно что произойдет дальше дальше за последующий год наверное не произойдет опять ничего существенного да ну кроме того что все друг друга будут постоянно бомбить чтобы вы бежали дальше покупали доллары по все более высокому и высокому ценнику а вот еще через один год еще через один год значит вследствие того что теперь Россия находится и здесь и здесь и образуются такие большие большие клещи вот здесь вот Приднестровье да здесь Белгород дальше Беларусь и Киев находится где-то уже вот здесь почти между клещами ну вот еще там один год займет на то чтобы присоединить что-то здесь что-то здесь чуть-чуть по краям чтобы эти клещи были не настолько тоненькими ну вот получается что через четыре года то есть как раз тогда когда будет подходить к концу последний срок Байдена и когда наконец вся эта война должна быть закончена должна будет быть закончена вот тогда как раз возможно здесь наконец сомкнуться эти клещи которые позволят в итоге окружить Киев но вот Харьков я еще раз повторяю значит Харьков должен будет отойти чуть раньше но не раньше чем через три года еще в общем то все коротко сказал ну и все значит к тому моменту доллар будет максимально дорогим во всем мире к окончанию следующего срока Байдена то есть баланс торговли в Америке будет вообще вывернут наизнанку помните когда Трамп приходил к власти предыдущий раз что он сразу сделал он сразу озаботился балансом внешней торговли Америки потому что когда он приходил к власти доллар был очень крепким и все от этого стонали что из Европы там все везут беспошлин в Америку из Китая все везут в результате доллар очень крепкий там вот это все и как только Трамп приходит к власти он все это вводит пошлинные санкции всем подряд в том числе и Европе и курс евро отрастает обратно до 1.20 1.25 на пике вот то же самое должен будет сделать Трамп только не сейчас а через один срок Байдена и он это будет делать разворачивая доллар снизу от 0.6 значит я уже миллион раз говорил вот еще раз говорю что все подтверждается в этом плане что через 4 года к концу следующего срока Байдена вы увидите 0.6 по евро за доллар 0.6 доллара за евро ой господи что я говорю да 0.6 доллара за евро то есть евро делить на доллар равняется 0.6 то есть на 50% меньше чем сейчас вот только тогда Трамп начнет это разворачивать закончив наконец эту войну ну понятно что он на самом деле ничего не заканчивает он просто дождался когда банкиры сделали свое дело по полной программе поимели всех вас на глобальной пирамиде по доллару и вот когда эту пирамиду надо будет наконец разваливать когда вы будете сидеть с долларами по уши и молиться на них каждый день кто в тот момент не избавится от долларов в пользу чего чего угодно вы попадете по полной программе опять ну соответственно все дебилы которые сейчас не хотят покупать доллары по уши по 100 вот они сейчас не хотели покупать по 90 когда я это сказал им делать сейчас вы увидите после открытия торгов как они не хотят покупать доллары по уши по 100 в итоге все эти дебилы будут покупать по 1000 по 1000 с хвостиком и останутся с ними до конца своих жизней потому что когда доллар глобально развернется снизу вверх на 0,6 по евро доллару и на 1000 примерно на 1000 на 1100 за рубль после этого действительно будет глобальное укрепление и вы уже не доживете до какой-то следующей глобальной волны роста доллара в общем то все теперь мне надо под конец наверное вставить какую-нибудь картинку нарисовать наконец свою карту я жду сейчас что-то наговорил ну давайте может быть у меня сейчас получится за полчасика нарисовать карту военных действий будущего до конца Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...